Привет, мои любимые девочки! Девчонки, с наступающим Новым Годом всех поздравляю! Я уже тут себе подливаю потихоньку в бокальчик новогоднее настроение. И, как вы уже поняли, пришло время рассказать про мой неудачный танцевальный опыт. Как из вас многие уже наблюдали за моей жизнью, я пошла на курсы танцев. И сразу сделаю пометочку такую небольшую. Во-первых, вся история будет рассказана чисто с моей субъективной стороны. То есть я буду рассказывать её так, как я увидела. Так, как её увидел педагог-тренер-хореограф, с которым у меня произошла эта неприятнейшая ситуация. Мы, к сожалению, не узнаем. А может быть, узнаем. Не знаю, как жизнь сложится. И вообще, я бы хотела сказать, что всё это с пьяну мне приснилось. Ничего такого не было. Если что, если что. То, что там стучит, это стиральная машина стирает Данечкину курточку. Не обращайте внимания, нужно немножко потерпеть. В общем, с чего начать? С чего, собственно, стоит начать? С того, что надо выпить. Поднимаю бокал за вас. Не знаю, хорошее у меня настроение. Хотела оттянуть максимально эту историю, чтобы отойти от этих неприятных негативных эмоций. Чтобы не наговорить лишнего. Чтобы на тренера не нагнать. Потому что, возможно, в данной ситуации повлияла какая-то её неопытность или ещё что-то. Ну, не суть. Неопытность не в плане того, что она неопытный хореограф. А неопытный как педагог, преподаватель и так далее и тому подобное. Я не могу. Мне эта стиральная машина мешает. Сейчас, подождите. Я посмотрю, когда она достирает. Всё. Я надеюсь, хоть немного я исправила ситуацию шумоизоляции. В общем, как получилось так, что я пошла на танцы, вы уже можете знать из предыдущих моих видео. Но как получилось так, что я оттуда ушла? Всё началось со второй недели наших занятий. То есть, как строилась наша работа? Начнём с этого. Я приходила в группу. Я делала вот эту физическую разминку. Не скажу, что наравне со всеми. Да, я где-то в чём-то отставала. Но я не имею такой привычки сравнивать себя с другими. Тем более, там девочки с физической подготовкой, там девочки с хореографической подготовкой. А я как бы пришла с нуля. И вот здесь я прошу поставить такой восклицательный знак и отметить вот этот момент. Мы к нему ещё вернёмся. Это немаловажный пункт. Я никогда себя ни с кем не сравниваю в этом плане. Я стараюсь следить именно за своим прогрессом. Как я расту сама по мере вот этих вот действий. Я сравниваю всегда себя с собой. В плане наработки какого-то навыка. В общем, вот. Я работала вот этой вот физической разминкой со всеми. А когда начиналась вот эта хореографическая часть и разучивание, естественно, девочки с подготовкой хореографа, они уже начинали схватывать всё на лету. А я стояла тупо втыкала в это во всё и махала вот так вот не в попад руками. Вот это вот, знаете, как... Не знаю, какая-то непонятно что, непонятно как и непонятно где. Да, примерно именно так. Вот. Но при том, при всём, типа преподавательница скидывала мне видео. Ну как мне, она в группу скидывала видео. Я ставила на максимальное замедление и прямо вот по замедлению учила движение, потом ускорялась, потом ускорялась. И уже на следующее задание я приходила вот с этой разученной связкой. Они учили новую связку, а я дома по видео учила. Получается, что они учили на уроке из нового. Проходили материал, как говорится. И уже я как бы начала задумываться, какого фига я учу по видео. Всё, когда я тут так же дома могу включить YouTube и учить тут по видео. Потому что никакой работы я не проделывала на этих курсах. Вы мне скажете, вот, вот он ключевой момент. Вы мне скажете, так чего ты припёрлась на занятия к уже людям, которые подготовлены. Которые уже там схватывают всё на льду, а ты там стоишь и говно пинаешь. Зачем ты туда вообще попёрлась? Начнём с того, что я написала преподу в Instagram. Подойдёт ли мне данный курс? Подойдёт ли для меня данное направление танцев? Джаз-фанк, я напомню. Потому что, типа, когда многие мои девочки, хореографы, знакомые узнали, что я пошла заниматься джаз-фанком. Джаз-фанком они сказали, типа, а не хило ли для начинающей такое направление? Что, типа, ты что-то замахнулась, мать. А я не знала. Ну, я реально не знала. Я увидела в Instagram рекламу, зазывающую на курс. Мне понравилось. Я написала. Подойдёт ли мне? То есть, я хочу отметить, что я не пришла с улицы, встала у неё в зале и сказала, давай учи. Нет, такого не было. Я сразу предварительно узнала, подойдёт ли мне этот курс или не подойдёт. На что она мне сказала? Да, конечно, подойдёт. Я работаю также с новичками. Сто процентов приходи, у тебя всё получится. Чтобы вы понимали, со мной, как с новичком, работы никакой проведено не было. Абсолютно никакой. Я не из тех людей, которые, типа, говорят, я заплатила деньги и начинаю тут трясти писей, давай учи. Нет. То есть, я стараюсь максимально входить в положение. Типа, я понимаю, что там группа, которые девочки, им надо учить, им надо продвигаться. Я стараюсь максимально на себя внимания не обращать, не тормозить и так далее и тому подобное. Было сказано, задавай вопросы. Я задавала максимально вопросы, что мне было непонятно из того, что мне вообще всё было непонятно. Вот. После того, как нам скинули одну-две связки, вся наша коммуникация с тренером прекратилась. На мои какие-то просьбы скинули дополнительно какое-то движение, какое мне непонятно, игнорировалось. На занятиях мне, как новичку, не то чтобы не уделялось какого-то внимания, я понимаю, что я не обязана требовать дополнительного внимания. Хотя, опять же, ты сказала, да, приходи, я работаю с новичками. Ну, типа, камон. Но, элементарно, меня даже не поправляли. Меня даже не поправляли в каких-то моих ошибках, в каких-то моих действиях. То есть, типа, я уже проявляла инициативу, я уже говорю, давай я станцую, я скину тебе видео, как я танцую, ты меня разберёшь и скажешь, что я делаю не так. Может быть, ты подправишь какие-то мои ошибки. Она, да, окей, я станцевала, я отправила, ну, вот вы видели в моих влогах, что я там что-то танцевала, я ей отправляю. Она мне, типа, пишет, всё окей, всё хорошо. А я сижу, я сравниваю, типа, связку, которую танцуют нормальные девочки и что танцую я. И я уже, как минимум, начинаю разбирать и, походу, ага, вот здесь я руку не так поставила, вот там я не с той ноги шагнула, вот там то-то, то-то, то-то. Почему я сидела и сама анализировала? Встречаюсь я резко на этой тренировке с моей одногруппницей, которая тоже хореограф. Говорит, смотри, типа, ну, пожалуйста. Мне говорят, что у меня всё хорошо, я, типа, и довольна, и сижу, и ничего не делаю. Она такая, типа, смотрит, говорит, ну, как бы тебе сказать, чтобы тебя не обидеть? Тебе говорят, чтобы всё хорошо, чтобы тебя, типа, не обидеть, извиняюсь за тавтологию. Ну, типа, Надь, ну, на самом деле, ну, камон, не твоё направление, не твоё. Это когда я понимаю, ну, мне нужно пошагово разобрать, что я делаю не так хотя бы, чем мой хореограф со мной не занимался. Я говорю, ну, ладно, я, в конце концов, пошла для себя, я же не за какими-то титулами гонюсь. Дохожу уже этот абонемент, там в конце ещё съёмка видео, запишу, всё нормально, ничего страшного. И выбило меня из колеи то, что я пришла на занятие в пятницу, попросила скинуть связку к следующему занятию, которое будет во вторник. Ну, вот, соизмерите, давайте соизмерим сроки. Пятница и следующий вторник. Ну, блин, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, 4 дня скинуть связку на 30 секунд, записать видео на 30 секунд, отправить в группу, чтобы я в замедленном действии посмотрела и пришла хотя бы на следующее занятие подготовленное. А не стояла опять и не махала руками, непонятно делая, что. У меня вот бесполезные занятия, по сути, проходили. У меня, по сути, проходили занятия бесполезные. Я дома делала больше, чем на этих занятиях. Хотя я могла также включить YouTube и по YouTube разучивать бесплатно всё это, согласитесь. И всё. И вот, что накалило мою ситуацию, после чего было принято решение уйти. То, что я пишу в воскресенье. Я пишу в воскресенье хореографу с пятницы, прошу заметить. Я молчала. В воскресенье днём я и пишу, часа в 4, может быть. Так и так, извиняюсь за беспокойство в выходной день. Скажи, пожалуйста, в понедельник будет связка? Я сказала, не скинь мне связку. Я просто уточнила, будет ли в понедельник связка, чтобы у меня был день её разучить и прийти во вторник подготовленной. Окей, зафиксировали. На что получаю максимально хамский ответ. Ну, на мой взгляд, хамский ответ. Я же сказала, что я буду в выходные в Москве. Я же просила меня не беспокоить. Всё, на сообщение я не отвечаю. Это было сказано так. И тут я типа втухла, проявила максимально свою терпильную сущность, сглотнула это, дождалась понедельника. В понедельник за целый день не получила ничего. Девчонки, к слову вот о том, что было сказано, что я не очень довольна тем, как происходит наше взаимодействие, мой контакт с тренером. Время, скажи, пожалуйста, Данил, точное. Пол восьмого. Пол восьмого. Время пол восьмого. Понедельник, пол восьмого. Завтра тренировка. Последняя тренировка была в пятницу. С пятницы было обещано скинуть связки. Связки мне нужно учить три или две. Сейчас точно не скажу. С учетом того, что на разучивание более-менее криво-косо одной связки у меня уходит стабильно полностью вечер. Что я выучу завтра, я не знаю. Писала ли я, просила ли я скинуть мне связки? Писала, просила. На что мне первый раз было сказано, я в Москве меня не трогать. И второй раз вот сейчас написала, что она пока не дома. Я все прекрасно понимаю, я стараюсь входить в положение, но приятно ли мне это? Нет, мне это неприятно. Потому что за мои же деньги я вынуждена испытывать момент какого-то такого унижения, просить, присмыкаться, скинь, пожалуйста, связки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это не очень приятно, если честно. Такие вот дела. Никаких связок, ничего. А я прошу заметить, что вот проходит занятие, она скидывает связку, и только по связке я что-то учу. А чтобы выучить связку, у меня на это уходил максимально целый вечер. Потому что я бревнышко, потому что я не умею танцевать. И еще раз возвращаюсь к тому, что это она мне сказала, да, приходи, я тебя всему научу. А там уже оставалась, типа, неделя до вот этого финала, чтобы, типа, отснять весь танец. Там во всем танце может быть четыре связки, ну, вот так вот, целый танец, и мы учили по четырем связкам. И каждую из этих связок я доучивала дома. Ну, соответственно, понимаете, да. В понедельник я не получаю ничего. Во вторник уже занятие. Правильно? Правильно. Я и во вторник пишу. Я дико извиняюсь. Можно ли как-то вернуть деньги оставшиеся за абонемент и за съемку? Ну, что она мне пишет, что... Ну, вы же должны понять, что у меня не всегда есть время, типа, скидывать вам связки. Я тоже, я вхожу в положение. Да, окей, это ее нерабочее время. Но, с другой стороны, зачем ты меня как новичка обнадеживала? Зачем ты меня как новичка брала в группу профессионалов? Зачем ты мне сказала, да, приходи? Для чего? Когда я уже эту всю ситуацию обнусоливала вот с этой девочкой-хореографом, с моей подругой, она мне сказала, ну, с тебя, типа, просто хотели пойметь деньги. И, в принципе, на твой прогресс пофигу. Что ты там выучишь, что не выучишь, лишь бы ты ей принесла деньги. Ну, я к этому все-таки так же склоняюсь мнению. И это очень печально, что человек не заинтересован в результате. Что у него там, типа, поднять человека с нуля, как говорится. Ну, не суть. Это, опять же, дело каждого. Я тут нисколько никого не обвиняю. Так вот, она мне во вторник написала, типа, ты должна понимать, что, типа, у меня тоже не всегда есть время скидывать вам связки. Окей, я там просидела, про себя повозмущалась, но я тоже, как бы, понимаете, мне, чтобы выучить эту связку, мне уходит дофига времени. И я ей объясняю. Ты понимаешь, говорю, что я эту связку, вот с пятницы сколько было времени, да, я не получила эту связку. Я сейчас ее до вечера, даже если ты мне сейчас, вот, два часа дня вторник скинешь, к шести вечеру вторника эту связку я не выучу. А там уже нужно было скидывать не только эту связку, там вообще две связки нужно было скинуть, она с двумя связками меня прокатила. То есть, одну связку я, типа, думала, ну, может, действительно какие-то уважительные причины были, там, что она ее не скинула, она ее просто забыла скинуть или как. Или понадеялась, что там девочки выучили, а на меня, типа, как на новичка, ну, пофигу. Ну, конечно, семеро одного не ждут, я все прекрасно понимаю, но, опять же, зачем? Зачем мне было писать приходи? Может, надо делать, что я не настолько безнадежная, хотя я предупреждала, я обо всем предупреждала. Я ей говорю, ну, как бы, даже если ты мне сейчас эти две связки скинешь, я их к вечеру, ну, физически не выучу, просто при всем желании. И я опять приду, и у меня просто опять пройдет это занятие. Понапрасну я потрачу время, я, соответственно, потратила деньги, потому что опять пропадает занятие, на котором я буду стоять, втыкать и махать руками вот это вот все. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, для кого это? Ну, для чего это? Ну, зачем? Это просто, я считаю, как издевательство надо мной. Еще и я заплатила деньги, еще и я унижаюсь и прошу, скинь мне, пожалуйста, какие-то материалы. Ну, девочки, ну, камон, ну, это неприятно. Ну, серьезно. И все. А ну, на что она мне сказала? Хорошо, типа, за съемку я тебе деньги верну, за абонемент деньги не возвращаются. Я такая, окей, я дохожу тогда эти два занятия, но на съемки я не поеду. Я сижу уже в максимально подавленном настроении и состоянии, потому что, соответственно, вы понимаете, что после такого диалога ехать уже никуда не хочется, ничего делать не хочется. Но что Данил говорит? Ну, типа, ну, забей. Ну, чего ты сейчас поедешь, ты себе там только настроение испортишь. Ладно, типа, подари ты эти деньги и забудь. Так я тоже понимаю, я себе просто вместо этой вечерней тренировки возьму на маникюр человека, так я еще больше заработаю, чем я больше потеряла на этих танцах. Я все это прекрасно понимаю. Но сама ситуация была неприятная мне. Мне было неприятно такое отношение, что меня сначала обнадежили, и в конце, что самое вообще эпичное, она мне написала. Мне жаль, что ты опустила руки. Камон! Я писала тебе, я долбила тебя сообщениями, максимально стараясь не беспокоить. Я просто тебя долбила сообщениями. Скинь мне связку. Нормально ли у меня получается? После тренировок я тебе стояла, говорю, ты уверена, что у меня получится? Ты уверена, что я выучу? Может быть, мне стоит походить на что-то другое? Я максимально была замотивирована это сделать. Я максимально была замотивирована на тренировки. Мне даже нравился процесс. Мне нравилось приходить туда, когда у меня связка была заранее выучена. Мне заранее нравилось репетировать с девочками. Я опустила руки. Но тут как посмотреть, знаете ли. Философский такой вопрос. Всё. Окей. Состоялся наш диалог. Вернула она мне деньги за съёмку, но до конца абонемента за два занятия деньги мне не вернулись. У меня абонемент не истёк. Но я сделала больно и покинула чат. Это не в моём случае. Меня из этого общего чата удалили. Меня удалили из друзей. Меня отписали от инстаграма. На меня обиделись. Я не знаю, за что я, по-моему, даже не хамила. Но как я могу нахамить? Типа многие знают. Но я тут максимально вежливая и конструктивно старалась строить диалог. Мне сделали больно и покинули меня из чата. Короче говоря. Хотя я опять же думаю, если в этот чат приходили какие-то связки, я как человек, который оплатил абонемент, я имела также право получить видео этих связок. Но согласитесь, что буду учить Таню до конца? Ну я даже конечный итог этих последних связок не получила, потому что меня отовсюду удалили, меня везде заблокировали и так далее. Ну это максимально смешно, типа. Вот. Вот так закончилась моя эпопея с танцами. Какие у меня планы на дальнейшее развитие в этом году? Во-первых, я не буду распыляться на свои вот такие подобные мимолетные желания. В 2021 году у меня есть мега крутая цель, связанная уже на мою личную прокачку в профессии, на моё личное развитие. Если всё получится, возможно, по ходу всей пьесы я буду обязательно всё снимать, и вы узнаете, чего я хочу. А планы у меня такие пипец наполеоновские. В плане моей прокачки на физическом уровне... Нет, вот вся эта ситуация не отбила моего желания научиться танцевать ни капли. Я буду учиться танцевать, но сейчас я буду поступать гораздо мудрее. Сейчас я буду лично приходить и общаться с хореографом, с тренером на то направление, на которое я собираюсь, а я очень хочу научиться всё-таки влогу. Я пойду в следующем году обязательно на это направление. Но перед этим... Ютуб! Ютуб! Мой любимый Ютуб! Кладезь всего на свете. На Ютубе сейчас можно найти что угодно. Я выучу какие-то базовые движения на Ютубе, чтобы уже прийти, сказать, какой у меня есть навык, что я умею хотя бы вот эту вот бабочку делать в Вога. А я научилась бабочку Вога делать, кстати. Да-да-да. Вот. Прийти, поговорить с хореографами, объяснить всю ситуацию, объяснить свой неудачный опыт. Кстати, я пришла... Кстати, в этом плане мне есть чем сравнивать. Я также пришла, допустим, заниматься пилоном. Екатеринбург, кому будет полезно, обязательно рекомендую студию ПолАрт. Вот здесь сейчас появится Инстаграм. Я их вставлю просто потому, что там мега крутые тренера. И потому, что вот именно на контрасте с этим неудачным опытом, там меня нулевую, абсолютно неподготовленную, также на занятии в группе, мой тренер Оля, она меня вытянула. Я реально, я увидела свой прогресс, Оля меня прокачала. То есть я пришла абсолютно с нуля, также в группу с девочками, кто с подготовкой, кто без, но мне уделялось внимание, и меня там прокачали. Вот у меня аж слезы на глаза наворачиваются, боже. Это очень крутая студия. Вот ее я рекомендую 100%. ПолАрт очень крутая студия. Все туда. Все туда. Там у них еще, по-моему, новичкам будет скидка на абонемент на первый месяц посещения. Поэтому, если хотите, пилон, полдэнс, растяжка. Все, все в ПолАрт. Вот там вот преподаватели замотивированы на то, чтобы у них, у их учеников был какой-то прогресс. Они в этом заинтересованы, и это максимально приятно. Вот что я хочу сказать. Поэтому мне есть чем сравнивать. Я не просто так пришла тетя Мотя и не знаю, как проходят занятия, и не знаю, как проходят групповые занятия. Нет, нет, нет. Собственно, вот такие пироги. Буду ли я дальше заниматься танцами? Да, буду. Буду ли я дальше заниматься хореографией? Да, буду. Меня этот неудачный опыт нисколько не сломил. То, что там я какие-то деньги оставила за абонемент, это, честно говоря, копейки. Это цена опыта, на самом деле. Это цена опыта. Теперь я знаю, как общаться с хореографами, на какие мне нужно занятия записываться, каких мне преподавателей ценить и обожать. Вот тот же самый пол-арт, который я вам сейчас мега рекомендую. Всё. Собственно, всё. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем великих, мудрейших наставников на своём пути. Пусть вас никакие неудачи не будут сломлять, сломливать. Пусть вас не сломят никакие неудачи. Желаю вам только успехов и прокачки в 2021 году. На этом с вами прощаюсь. Всем пока, любимые.